Всем привет! В эфире заметки о Черкесии. Мы сегодня с Андреем Сергеевичем Кизионом находимся в центре Сочи. Здесь историко-этнографический сквер находится, новый. Вон только презентовали его, открыли. Здесь, скажем так, отражена быт и история региона Сочи, конкретно Сочи, местного населения, начиная с древнейших времен и поздней истории уже Российской империи. Андрей, расскажите нам, что в себя представляет этот сквер и что здесь отражено. Ну, поскольку последние годы Сочи стал серьезным центром, куда стекается и люди со всей страны, капитал, то мы постарались сохранить какие-то элементы в центре города того, что здесь было в течение веков и тысячелетий. Таким образом, чтобы приезжающие сюда люди видели и, как бы сказать, ту сторону медали, которая отражает историческое прошлое города. В том числе, естественно, и акцент идет на коренном населении, которое здесь обитало в течение столетий. Мы берем, как бы, условно говоря, информационно-средство вообще с времен каменного века, ну и заканчиваем все это тем временем, когда сюда приехали уже переселенцы. То есть, ну, новая волна переселенцев из разных уголков России. То есть, до Гражданской войны включительно. Гражданская война в 1917 год и так далее, да, которая произошла после Октябрьской революции. Начали с того, что здесь разместили и дольмен, хорошую копию, настолько хорошую, что многие думают, что он привезен. Нет, это копия. Задействовали предметы подлинные времен как коренного населения Убыхского, так и уже переселенцев. Создали стенды. Вход в наш сквер бесплатный. Задачи стоять, снимать за это билетики у нас не стоит. Хотя вложений много, но мы постараемся, как бы, все-таки эту ситуацию дальше вытягивать, в хорошем смысле слова. Что создано? В музее за стеклом люди могут увидеть какой-то фрагмент, а у нас можно увидеть вживую все это. То есть, вот, пока еще не законченная арба, надо с ней еще будет поработать. Действующая сделана мельница Убыхская. Она такая же, как, допустим, такие же мельницы и в Абхазии, и в Адыгее, и в Осетии. Это общий вариант мельницы в Западном Кавказе. Но в данном случае, почему она Убыхская? Она находится же на территории бывшей Убыхии. Поэтому, говорится, мы ее назвали Убыхская горная водяная мельница. Вот. Вложились, естественно, свою душу не только в сами предметы на фоне беленых стен, как бы, а и вложились в сам интерьер с использованием местных материалов природных. То есть, постарались избежать стекла, пластика, бетона и создать такой историко-этнографический сквер. Он отражает разные периоды, начиная с эпохи мегалитов и заканчивая временами, уже когда сюда приехали переселенцы первые. Ну, а основной акцент, все-таки, мы ставим на истории, как сказать, истории коренного населения и коренных мест. То есть, на самом деле, этот факт уже является признанным в науке, но он не получил еще широкого освещения в массах. Не только в городе Сочи, а в России тем более. Что в городе Сочи в древности была огромная крепость. Сейчас этот факт научно доказан. Останки крепости, найденные, поставлены на официальную государственную охрану. То есть, они числятся как памятник, ну, как объект. По защите государства. Да, то есть, оформлены документы, существует учетная карточка, согласно которой это находится под охраной государства. Более того, удивительно, просто поразительно, что наше сознание не может многим людям без визуализации, без фактов представить, что здесь сейчас пустырь, а когда-то здесь были мощнейшие бастионы. Но, если посмотреть зарисовки французской разведки, а это было как раз в времена Крымской войны, есть зарисовки французской разведки со стороны моря форта Александрия, вот этого российского форта. Это мощнейшее сооружение с башнями, с стенами, с амбразурами. Где сейчас это? Один маленький кусочек, длиной, до 40 метров, сохранился сейчас здесь во дворе. Это тоже памятник истории архитектуры. Все остальное разобрали, просто разобрали на строительство зданий мирного назначения. Строили храм Архангела Михаила, маяк, территория маяка. На основании, да, стоит? Да, строили, да, он, кстати, стоит на месте, где стояла древняя крепость издантийского времени, церковь издантийского времени. Об этом описывали многие первые приехавшие сюда, как сказать, историки, путешественники, описывали это. РКЦ, бывшее казначейство Сочинское было построено из этих останков. Трудно в это поверить, пока не начнешь вникать и увидишь своими глазами. Вот подпорная стена, которая идет дальше там. Я не удивлюсь, что и забор вот этот вот. Построены из остатков древних квадр. Квадры классического варианта, которые использовались как во времена византийского сюда пришествия и в более ранний период квадры использовали римляне в строительстве. И во времена, когда эти территории были в подчинении Абхазского царства, то же самое это использовалось. Буквально недавно, при реконструкции, ремонте опорной стены, штукатурка посыпалась, и среди кирпичей, строительных отходов, трупов ржавых, выступили квадры. Естественно, они были вмурованы туда в 20 веке. Мы их аккуратно извлекли и включили в композицию. Теперь вот вещественные материальные доказательства того, что здесь раньше было. Какая задача? Задача, я так понимаю, максимального просвещения. Так просвещение, оно не может быть просто тупо, как говорится, наука ради науки. Вот если вдуматься, официально у нас городу Сочи 100 лет. Но в принципе вопрос говорится о городе Сочи как о муниципально утвержденном образовании. А то, что городище, которое здесь располагалось, еще, дай Бог, определить степень древности, потому что ни разу в центре не было археологических раскопок полноценных. Ни разу. Даже шурфования не было. Поэтому это еще открытая книга, которая, судя по всему, ведет нас в глубину тысячелетий. И мы стараемся понять этот вопрос для чего. Что? Сотни городов на этой планете и десятки государств живут за счет туризма, не имея таких природных ресурсов, как имеет Сочи. Сочи сейчас выезжает за счет природных ресурсов, как курорт. Исторический туризм, археологический туризм находится в крайне зачаточном состоянии. У нас буквально эти объекты, которые связаны с древней историей, можно посчитать по пальцам. А по факту их существуют десятки сохранившихся развалин храмов византийского времени, средневековья. То есть это начиная от VI века нашей эры, заканчивая XII веком нашей эры. Ну то есть до того периода, когда началось падение Византии, когда здесь культура стала, как сказать, испытывать большие сложности. И если у нас буквально в 100 метрах от морвокзала находятся остатки древней стены, официально признанной наукой, то сейчас встает вопрос, что город может на этой почве, какую выгоду, какой интерес поиметь. Огромное обывательское заблуждение, которое бытует в населении. Да что здесь восстанавливать, там осталось чуть-чуть стены. Вот мы приезжали в Крым, в Судаке, там огромная крепость. Вот мы приезжали в Керчь, Пантикопея, там колонны стоят. Ну неужели вы такие наивные люди, что вы думаете, что эти колонны стояли две с лишним тысячи лет? Естественно, это следы последствий уже нынешней реставрации и реконструкции. Даже в той же самой Судакской крепости в Крыму, там на высоте человеческого роста и даже ниже, в стену вмурованы маленькие кусочки кирпича. Они показывают вот этот контур, который был родной. Все остальное оно было сделано совсем недавно. Это было сделано при поддержке, мощной финансовой поддержке во времена СССР, когда были выделены средства и в этом месте была восстановлена эта крепость. Никто же, естественно, не говорит о том, что в Сочи надо восстанавливать всю эту крепость, как она была. Но фрагменты, которые будут знаковые для туристов, причем, что важно, мы говорим о дальнейшем международном развитии туризма в Сочи. Каждый приезжающий человек из другой страны, как говорится, своя рубашка ближе к телу. Естественно, итальянцам будет интересно знать, что здесь были генуэзские фактории. И римские поселения. Далее, Византия. Это очень известный, раскачанный бренд. Да, бесспорно. Здесь, как говорится, в период Абхазского царства Византия оказывал небольшое воздействие. То есть, культурное больше всего. Культурное, христианское. Но, этот симбиоз и надо показывать, что известная во всем мире культурная Византия, она здесь тоже присутствовала. Потому что без профессиональных архитекторов, естественно, построить просто так вот храм сложной конструкции, это несерьезно. Невозможно. Конечно. Поэтому вот именно эти срезы. А что уж касательно наших мегалитических памятников, которые находятся в Сочи. У нас богатейший выбор именно вот многочисленных сохранившихся фундаментальных сооружений эпохи мегалитизма, то есть дольменов. И других конструкций дольменной культуры. Что в других странах могут только позавидовать. Потому что я знаю, в каком состоянии дольмены в Германии, во Франции, в Италии. Это посреди с нашими дольменами жалкое подобное. Они очень сильно подверглись антропогенному воздействию. Наша же структура, созданная здесь еще во времена СССР. То есть, заповедник Кавказский и Сочинский нацпарк. Они сыграли огромную роль в сохранении всего этого. Что это не снесено бульдозерами, не задействовано в каких-то дальнейших постройках, не разбирали это на запчасти. Все сохранилось. То есть, теперь задача наша привлечь внимание вот к этому вопросу. И если будет достигнуто, скажем так, доброжелательное к этому отношение, и найдутся дальнейшие люди с мощными рычагами, которые смогут это все дальше развивать, то город Сочи выйдет совершенно на другой уровень в системе инфраструктуры и туризма мирового масштаба. К чему мы и стремимся. Потому что можно показывать олимпийские стадионы год, два, три, пять. Но византийскую крепость можно показывать 200 лет и 300 лет. А стадион, который был построен 50 лет, он уже не вызывает такого интереса. Поэтому думать надо о будущем, а не о ближайших севиминутных интересах. Согласен. Ну, хотел бы добавить, что музей, как говорится, все в доступе. То есть, все можно потрогать, пощупать, самому посмотреть. В пределах, естественно, разумного. Как бы почувствовать лично своими руками все это. И для понимания географического местонахождения, это как объект арт-галерея Форд называется. Напротив собора Архангела Михаила. Это самый старый собор в городе Сочи, построенный еще до последней русско-турецкой войны. То есть, этот собор еще не был сдан в эксплуатацию, но турецкий флот вел обстрел по берегу. И буквально совсем не так давно, когда шел ремонт храма, из него доставали корабельные ядра, из которых шел обстрел. То есть, как бы собор довольно-таки древний по масштабам побережья. Вот он находится напротив, получается, этого музея. Да, ну и более того, как бы мы не хотим делать сухое пространство. Существующая в комплексе с этнографическим сфером, есть художественная галерея Форд, где продаются сувениры, живопись именно с акцентом на местных мастеров, то есть, на местную тематику. То есть, это сочинские сувениры настоящего производства. А не так, как у нас очень часто приходишь, покупаешь сувенир, читаешь, сзади написано Made in China. Да, у нас акцент идет на местный сувенир, на местных художников, на местных живописцев. В общем, рассказывайте друзьям, делитесь, комментируйте, приезжайте, участвуйте, смотрите. Вместо интереснейшее место. В общем, есть, кроме... В Сочи, говорится, не только на море можно сходить и на водопады, а теперь есть какой-то уголок исторический, который будет интересно посмотреть. Все, спасибо, Андрей, за рассказ. Всем пока.